МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Найдена, мертва. В море обнаружили тело пропавшей студентки ДВФУ. В Дальнереченске нетрезвые молодые люди забили до смерти мужчину и вызвали скорую, чтобы скрыть преступление. Провели контрольную закупку и поймались поличным. Во Владивостоке задержали закладчицу наркотиков. Во Владивостоке следователи устанавливают обстоятельства гибели студентки ДВФУ. Предварительная причина смерти – утопление. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Девушку из ТВ несколько дней искали студенты, волонтеры, сотрудники полиции, допрашивались свидетели. По маршруту передвижения пропавшей были изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Поднимали в небо квадрокоптер. В результате труп обнаружили в море, где ранее была найдена обувь студентки. ДВФУ возьмет на себя все затраты, связанные с транспортировкой тела Светланы Куолар. В Дальнереченске нетрезвые молодые люди забили до смерти мужчину. К преступлению причастны четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние. Троих уже задержали, один в розыске. Злоумышленники признались, что нанесли множественные удары руками и ногами своему знакомому из-за ссоры. По неофициальной информации, жертву перед этим заставили раздеться. После издевательств подозреваемые вызвали скорую, якобы человека избил кто-то другой. Но видео с камер наблюдения доказало их причастность. Полиция Спаска Дальнего проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Установлено, что 47-летний водитель на Субару Форестер, двигаясь в сторону села Воскресенко, не справился с управлением и перевернулся. Мужчина скончался на месте до приезда скорой. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Зрители нашей программы и подписчики поделились кадрами грубого нарушения правил. Такое наплевательское отношение автолюбителя к другим участникам дорожного движения привело к аварии на улице Некрасовской в районе тоннеля. Водитель универсала, который ехал с кольца фуникулера, столкнулся с хэтчбэком. Последний должен был уступить дорогу. Обошлось без пострадавших. С начала года это уже не первое ДТП на этом участке По данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморья зарегистрировано 43 ДТП. Повреждения получили 70 транспортных средств. Пострадали 5 человек. Погибших нет. В Первомайском районе Владивостока по месту жительства на Надибаидзе задержали закладчицу наркотиков. Враженке Средней Азии 49 лет. Ранее стражи правопорядка провели проверочную закупку гражданки. При обыске в квартире правоохранители изъяли упаковочные материалы, весы и другие приспособления для фасовки и наркотических средств копийной группы. Женщина во всем созналась. Фигурантки грозит до 8 лет лишения свободы. Забурлило, залило. Ночью в районе общежития ДВФУ на Алеутской случился порыв. Горячая вода потекла из колодца, затопила трассу и гаражи. Утром вода сошла. На месте работали сотрудники ДГК. Там сообщили, что в результате проведения первого этапа гидравлических испытаний для выявления слабого звена на сетях работники обнаружили повреждения на участке магистральной теплотрассы. Его отключили от водоснабжения для ремонта. Сколько поймали, всех интересует финал морской рыбалки в районе Славянки. Напомним, в руки приморцев приплыли бутылки с недешевым японским алкоголем. Кто-то спустил в воду контрабанду. Итог рыбаки озвучили. 160 литров. Друзья уже приглашены. Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем? Горка, смотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова